Так как состоят вещества из атомов, важнейшим становится для понимания физических основ химии, важнейшим становится понимание того, как всё-таки устроены атомы. Ну и о том, как к этому шла наука, я уже довольно рассказывал подробно по курсу истории, где я также историю науки и культуры затрагивал. Исторически последняя модель атома, частично верно, это модель Лизерфорда, и как раз вот об этом я уже и говорил, есть тут прямо клип про Лизерфорда, про его биографию, открытие и так далее, да и про всех дальнейших. Но тогда я постоянно говорю, что я говорю об истории, да, не о науке. Научные вопросы я чуть позже изложу, вот в частности, да, в общей химии, сейчас подробнее их излагаю, да. Значит, Лизерфорд в опытах по рассиянию альфа-частиц показал, что почти вся масса атома, она вся сосредоточена в небольшом объёме, которые находятся в центре, то есть планетарная модель. До него думали, что всё-таки примерно распределена равномерная масса атома. Ну и вот модель планетарной Лизерфорда, вкратце её, в общем-то, ещё в начальной школе, я думаю, всем объясняют, да, что у нас в центре атома положительно заряжено ядро, вокруг него вращаются электроны, причём число электронов таково, что атом электрически нейтрален, да, то есть какой положительный заряд ядра, столько же электронов вокруг него вращаются. Ну, принципиально это, значит, всё верно, хотя с существенными поправками, ну, например, такие поправки, что это не шарики, так сказать, они не подчиняются механическим законам, не подчиняются тем законам, таким, как если бы это просто были шарики, допустим, заряженные. Ядро имеет диаметр где-то 10 в минус 15 метров, положительный электрический заряд огромной плотности, плотность массы ядерного вещества в 10 в 15 степени раз больше плотности всего вещества, то есть оно там прямо сверхплотное, прямо сильно сосредоточено там всё. Вот, плотность ядерного электрического заряда тоже намного превышает плотность заряда вещества в целом, порядка 10 в 15 степени к одному. Величина заряда электрона 1,6 умножить на 10 в минус 19 степени кулон, ну и они полностью уравновешивают. Вот получается, значит, заряд электрона обычно, условно говорят, минус 1, да, а число протонов просто считают. То есть вот говорят, что, ну, допустим, атом гелия, там 2 протона, то есть плюс 2 заряд и, соответственно, 2 электрона. Вот. Ну, принципиально говорю, вот то же самое, однако любые расчёты показывали, что если вот так бы всё было, то электрон в результате его ускоренного движения, он расходовал бы энергию электростатического взаимодействия с ядром, и через 10 в минус 8 степени секунд электрон был упал на ядро. То есть вот эта модель Резерфорда, она хорошо экспериментально подтверждалась, позволяла даже вычислить, какой там заряд у электрона, какой заряд у протона, какая у них масса, но она всё равно ничего не объясняла, потому что по всем законам физики он в очень быстрое время электрон бы просто упал на ядро и никак бы там не вращался вокруг него. Кроме того, она не объясняла спектр атома водорода хотя бы. Согласно модели Резерфорда, энергия атома непрерывно уменьшается за счёт излучения, то есть был бы сплошной спектр излучения, однако было экспериментально установлено ещё во времена Резерфорда, что все атомные спектры имеют дискретный характер, то есть на них линии, линейчатый спектр. Ну и вот самый простой это спектр атомарного водорода. В видимой области спектра атома водорода 4 линии, которые там называются красный, голубой и так далее, потому что проходят через красную, допустим, зону. Дальше там есть невидимые области, там ещё несколько линий. Вот образуют они серию, и это потому что дискретная энергия. Ну, вычислили, допустим, волновое число, то есть число волн, которые соответствуют этому спектру, как они зависят от длины волны, есть соответствующая формула, которую приводить не будем. Есть такая постоянная Риттберга, допустим. Так или иначе, обнаружили ещё в дальней ультрафиолетовой инфракрасной областях тоже несколько серий линий, и для них получили тоже волновую формулу, то есть волновые числа, получили формулу, как и зависит от, допустим, от постоянной Риттберга, от длины волны, как зависит число этих волн и от определённых целых чисел. Ну, ладно, серии этих линий нашли также в спектрах атома всех других элементов, и оказалось, что там ещё всё сложнее, чем в спектрах атома водорода. То есть, допустим, для спектра атома железа 5000 линий, которые тоже серии, и там для этих серий получили формулы, и всё очень-очень сложно. То есть, там 5000 линий получается, для них разные самые формулы, которые ещё друг на друга накладываются. И тут нужно обратиться, опять же, к клипу о Планке. Я рассказывал, тут о Максе Планке, о нём тоже есть клип. И вот Планк, чтобы объяснить именно вот такое устройство спектров, где линиями, где линии наблюдаются, да, он как раз и предложил теорию квантов, о том, что энергии не излучаются атомами непрерывно, а испускаются мельчайшими неделимыми порциями, то есть кванты. И величина этих квантов зависит от частоты излучаемого света. То есть, энергия кванта равна постоянной планке, умноженной на частоту колебаний. А частота колебаний – это отношение скорости света к длине волны. Ну, это вот уравнение планка, я его даже, так сказать, словами беседу, потому что оно простое. E равно H на ν, да? То есть, просто постоянная планка определенная умножить на частоту колебаний. Уравнение планка является одним из основных законов природы сейчас. И получается, что энергия тела может меняться на величины кратной только вот этому вот постоянной планке. Кратной постоянной планке. Подобный тому, как электрический заряд, может меняться только на величину кратную заряду электронную. Что получается, значит, свет тоже состоит из каких-то вот что-то типа частиц. Атом выделяет одну порцию энергии, так грубо скажем, и переходит при этом из одного энергетического состояния в другое, потом в другую порцию и так далее. То есть, энергия порциями, а не непосредственно. Все вот эти многочисленные противоречия, которые накопились в физике примерно в нулевые годы, и потом уже открытие Резерфорта, 1912 год, были разрешены, считается Нильсом Бором в 1913 году, а частично разрешены, когда он предложил теорию строения атома водорода, более-менее объясняющую и спектр, и почему электрон не падает, и то, что Планк, о чем говорил, что она, энергия, порциями излучается, да? Значит, Бор говорил, что в электроне есть некие индивидуальные устойчивые орбиты, по которым электроны всегда движутся. Пока электрон находится на этой орбите, он не излучает энергии. Вот это очень важно, потому что потом эти самые орбитали, как раз с помощью их и будут объяснять все химические свойства, то есть в настоящий момент, и все химические свойства этими самыми устойчивыми положениями электроны и объясняются. Значит, если длина круговой орбиты с радиусом r на 2πr, по формулам обычным, то условие устойчивости орбиты заключается в том, что некая n, которое просто число натуральных чисел, n это 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, некая n, умноженная на длину волны электрона, равно 2πrn. rn это радиус орбиты, на подлине которой укладывается n-линбол. Ну, короче, значит, просто устройство атома задается числами 1, 2, 3, 4, которые, подставляя формулу, в которой присутствует 2π, потому что оно по кругу, да, а также радиусы орбиты, мы, вот, подставляя все это, мы получаем, значит, определенные уровни длины волны электрона. Радиус самой маленькой орбиты атома водорода называется Боровский радиус, то есть самый маленький радиус, и было получено его значение 0,53 нанометра. Радиусы всех других орбит, это вот число n, число n это значит 1, 2, 3, 4, 5, умноженное, значит, возведенное в квадрат, и умноженное вот на это 0,53. То есть была получена математическая формула, которая очень просто, просто, значит, исходя из простого ряда натуральных чисел, объясняла, каким образом радиусы этих устойчивых орбит отстоят от ядра. И, соответственно, позволяла вычислять, допустим, каковы размеры атома, если, допустим, только одна, один только электрон, который в атоме водорода, вот маленький размер, да, сколько там электронов, столько размеров, удаленность этих орбит от ядра, да. Вот, но поскольку там n в квадрате идет, то расстояние между этими соседними орбитами, они возрастают, вот, исходя из квадрата. То есть они, n как будет, 1, 2, 3, а квадраты, как будет, 4, 9, да, 16. То есть быстро возрастают они. Ну так вот, квантовое состояние с наименьшей энергией считается основным, а квантовые состояния с большим уровнем энергии возбужденными. При переходе электроны с верхнего уровня на нижний энергия выделяется. То есть вот когда он там далеко, у него энергии больше, а когда он переходит ниже, у него энергии меньше, а квант энергии выделяется по закону Планка. Вот, то есть при переходе электрона вообще из одного состояния в другое выделяется энергия в виде излучения. Вот это и объясняет происхождение атомных спектров таких сложных, что даже в железе до 5000 доходит число этих линий. Теория Бора объясняла экспериментальные данные. То есть вот почему сразу-то все пришлось, хотя и так сложновато, да, потому что она объясняла, как выглядит спектр атомоводорода точно. Дальнейшие исследования тоже все подтвердили. В гелии представление Бора о том, что энергетические уровни в атомах дискретные. То есть электрон у Бора летает не абы как, а по определенным орбитам. При переходе с одной орбиты устойчивой на другую он теряет энергию. Тем не менее, полностью все равно не объясняла даже атомы водорода. И даже начиная с гелия она не объясняла строение полностью. То есть часть экспериментальных данных она подтвердила, часть нет. Теория Бора не предсказывала поведение атомоводорода в магнитном поле. Ну и в целом вот это представление все равно оставалось у Бора об электроне, как о маленькой микроскопически заряженной частице. В связи с этим возникла квантово-механическая модель атома, которая нынче господствует. И квантово-механическая модель начинается с 1924 года с идеи физика Луи де Бройля, который говорил о том, что материя обладает как волновыми свойствами, так и свойствами частицы. Это сейчас в средней школе всем сразу говорят, что у нас на уровне элементарных частиц и волна, и частицы. Уравнение де Бройля связывало это, то есть вот длину волны, оно связывало с постоянной планкой и с массой этой самой, с массой и скоростью частиц. Уравнение де Бройля, вот оно на экране, что длина волны, рано постоянной планкой, деленная на массу, умноженную на скорость. То есть масса это ее свойства как частицы, жадая и скорость, а длина волны как волны. Вот она связывала ее свойства как частицы, как волны. Вот длина волны такой частицы, это длина волны Дебройля, и для любой частицы с массой m и известной скоростью v длину волны Дебройля можно рассчитать. Экспериментально считается, что подтверждение было в 1927 году, но тут на самом деле полный ютуб критики этой квантово-механической модели. Ну, в общем, она сейчас общепризнанно идёт. Исходя из этой модели, Гейзенберг в 1927 году предложил принцип неопределённости. Согласно принципу неопределённости, невозможно для микрочастиц, в частности для электрона, точно определить и координату его, и импульс. И имеются соответствующие выравнения, которые записывают этот принцип неопределённости. То есть, если мы точно определяем координату электрону, то у нас теряется информация о её импульсе и так далее. Но там это выражено математически, и можно получить это из формы. Нужно сказать о том, что вот эта вот неопределённость Гейзенберга всякими мошенниками всячески, значит, рекламируется. Ах, дескать, физики обнаружили, что точно они не могут чего-то там найти. Ну, значит, относится это, во-первых, только к электрону. И говорит только о том, что именно в мире микрочастиц на уровне атома мы не можем действовать с детерминистки, то есть мы не можем точно определить скорость и точку в пространстве. Но когда мы что-то точно не можем определить, у нас есть огромный в математике аппарат статистический, который позволяет действовать вероятностно. Значит, я о чём просто мировоззренческий момент? Принцип неопределённости Гейзенберга или там теоремы Геделя о неполноте ничего не означает о том, что якобы наука не работает, мир там погрузился в хаос и прочую ахинею, которую мошенники религиозные всякие просто рассказывают неграмотным людям. Это просто означает, что мы определяем положение электрона с той или иной степенью вероятности. Надо сказать, что вообще мы в мире, особенно в гуманитарном мире, очень многие вещи определяем именно вероятностно. Это не значит, что мир там сошёл с ума или в нём нет причинно-следственных связей. Причины-следственные связи есть, и в микромире они жёсткие, просто вот они определяются вероятностно. Мы их описываем в виде совершенно конкретных формул, которые там просто учитывают то, что мы определяем вероятность. Так вот, для описания свойств электрона используется волновая функция, которая обозначается буквой Пси. Квадрат модуля функции Пси, вычисленный для определённого момента времени определённой точки пространства, пропорционален вероятности обнаружить частицу в этой точке в указанное время. То есть, функция Пси – это просто вероятность для определённого времени. Поэтому величина модуль функции Пси в квадрате – это плотность вероятности ещё называется. Плотность вероятности. Ну вот наглядно, в общем, на картинках, взятых из учебника химии Мюнгулиной, мы видим, что означает это самое Пси. Вот вероятность просто расстояния… Вот внизу идёт просто конкретное расстояние, на котором электрон находится вокруг ядра водорода. Вот с максимальной вероятностью он будет на расстоянии R0. Но электрон может быть также близко совсем к ядру и далеко от ядра. Электронное облако, да? Так вот, с помощью функции Пси мы определяем наиболее вероятное расстояние, а также можем и всю плотность мы определить. То есть, с какой вероятностью он будет, допустим, не в точке R0, а в точке R он будет. Или в точке 0,1 нанометр, с какой вероятностью он будет и так далее. Вот. Значит, получается, да, действительно у нас облако. Электрон может быть в разных точках, но наиболее вероятно вот в одной точке. Также есть граница облака, то есть, за каким расстоянием он вообще не может быть. Вот. Мы ее рисуем вот в виде такого вот графика, как бы уже для точного определения, но мы можем нарисовать ее графически в виде облака. Вот они пошли, эти орбитали, которые, я думаю, на уроках химии вы все видели. Вот 1 и 3, это то, как обычно рисуют. Это просто все точки, в которых он может быть, и там также есть точки, в которых он может быть с максимальной вероятностью. Чем больше величина вот этой вот плотности вероятности, тем больше вероятность нахождения электрона в данной области атомного пространства. Так как он там не движется жестко по этой орбите, и это не круг, а вот такое вот облако, вместо орбиты называют орбиталью. Орбиталь – это просто волновая функция. То есть, орбиталь – это просто вероятность его нахождения в точке пространства. Однако орбитали – очень важная вещь, и дальше, вот я дальше буду химию излагать, и будут одни орбитали. Все химические свойства будем объяснять, исходя из структуры орбитали, их формы и так далее. В квантовой механике получили уравнение, которое математически описывает электронное строение атома в трехмерном пространстве. Это называется уравнение Шреденгера. И оно связывает, собственно, постоянную планку, массу какой-то частицы, ее потенциальную энергию, полную энергию, координаты, ее волновую функцию. Решая уравнение Шреденгера, мы находим волновую функцию. Я не привожу его, так оно громоздкое, можно загуглить, тем более рассчитывать по нему ничего не собираемся. Вычисления по уравнению Шреденгера довольно сложные, требуют знания высшей математики. Кое-какие разделы высшей математики впереди мы будем рассматривать, но правда те, которые имеют отношение к лингвистике. Лингвистика там дискретная все-таки математика. Так что, короче, математический аппарат, нужный для вычисления уравнений Шреденгера, скорее всего, мы рассматривать не будем, так что, в общем, я его и не привожу. Но знать его надо, в частности, вот, мировоззренческие выводы какие, что уравнение есть, которым описывается электрон, так что нечего говорить, что, так сказать, электрон движется хаотически. Не хаотически, движется по определенным функциям, просто эти функции, они вероятностные, позволяют получать определенную вероятность, но не точное его местоположение.